В чём дело? Я видел это во сне. О, бамбук. Здравствуй, здравствуй. А он как раз таки бамбук не играет, сейчас он пошёл в кс играть, так что не переживай на этот счёт. Думаю, Таурен, а там фу-то, ну и классика, классика тактика. Думаю, ну естественно там Таурен же будет, да? Мы, кстати, ФБ взяли, потому что я построил пехов, а не Таурена. Ммм, кстати, интересное решение, но вперёд поставил. Но, кстати, это действительно очень интересное решение. Ну, тут ещё и теник есть, неприятно. Фурик очень рано шамана поставил, даже я с двумя пехами не ставлю сейчас шамана. А шаман для пехов это просто как воздух для человека. Успеют, братья? Должны успеть. Блин, путаются под ногами. Да, успели. Ну, думаю, апать его или нет сейчас. Рискованно. Не хочу апать. Историка немножко нафижу в миде, неприятно. А всё потому, что Фурик, ну, вас сразу апнул госта, пацаны. Вы, типа, если хотите вначале задоминировать гостами, просто два строите. Ну, или одного не апнутого, чтобы потом апнуть его в нужного. Потому что сразу ап госта приводит к неожиданным результатам. То есть тут может быть не то, чего ожидали. То есть норма госта он, в принципе, сам по себе сильный, да. Но вот этот гост только 3, допустим. Таурин в целом хорош против чёрных мужиков. Потому что он топает, игнорируя их миссы. Их уклоны. Что тебя беспокоит? Город наших союзников спасать. Во, зашла защита против взрыва, кстати. Приятно. Но опять-таки очень ранний шаман от хаоса. Который будет в медведев дать баф свой. Грязный тактикал. Хорошо, что я не апнул пехов. Какой же грязный, блин. Зачем он ускорил? Непонятно это было. Зачем он ускорил? Может перепутал? Кнопки. Кто? Не знаю хаоса ком-то. Я не смотрел. В этот момент. Ну, пожалуй апнуть пехов всё равно надо, я думаю. Если он уже найдёт какой-нибудь, а у этого я продам одни. Что пехи, что адмирал будут бесполезны в целом против фрошелдов. В чем дело? В чем дело? В чем дело? В. 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 вампира под критами он смог пока что передавить лайн очень неплохо он ускорил это дура, да, блин дура успевает два раза кинуть шилд неприятно но вот то, что они зашли взад к ним это очень приятно эту, конечно, не убьют, да безусловно ну, фурик, может ты найдешь хотя бы против тени косишь какой-то, да четверти секунды достаточно не, я атакую достаточно часто все-таки вот оно что на крадобаш в чем дело постройка завершена что прикажете? ну, сейчас, походу, так кто собирается взрыв подавать да это обязательно надо построить потом думать насчет свапов уйти дальше вот в этом или все-таки сказать героя а, ну, ясно, ясно хорошо, что он есть этот юнит очень хорошо очень-очень хорошо нужно ждать взрыва продать одних пехов безусловно надо будет искать блэдуху, естественно искать блэдуху надо рейндарк потому что какая-нибудь аура на вампиризм супер бесполезна во-первых во-вторых сейчас бы брать арты на 2500 вэлю чтоб потом всосать это не круто, пацаны это не круто из шоа кто смотрел ладинку и думал, что вот это крутой артефакт на переверну то это суперпособственный артефакт он работает хорошо только на арках и там ну, в принципе на кнойтах неплохо работает так он абсолютно бесполезен в этой карте тут ну точно меня переворачивает прям 100% нужно ждать просто нужно ждать своего взрыва даже испа пока можно сделать чтобы избавиться одного бесполезного юнита против гидры я даже его так умудряюсь пока продавливать потому что у меня есть реген аура от сил доктора блин, задайте сюда думаю, стоит ли мне шамана с палкой делать или нет а, у него тоже есть у него тоже есть пацаны у него тоже есть товарищ нормальный вампирик аура это вампира который за одного юнита дает 30% вампиризма а не арт который занимает целый слот суперполезный пацаны слоты на артефакты тут очень долго открываются 6000 вэли нужно второй слот открыть то есть ты каким-то говном забиваешь первый слот то ты будешь сосать потом в дальнейшей игре скорее всего что случилось постройка завершена как удачно блин нашим это шаманная кору проходит bloodlast очень удачно может и даже еще раз смогу пробить силу Красиво, я считаю красиво, конечно течет у нас второй лайн, потому что в начале Рива построил гаста, ну тут Блэйд естественно, Блэйд с нагами это пиздец сильно, еще тут у нас хаос потихонечку просаживает свои позиции, стран почему против некров, а тут не только, тут что-то понятно все, я даже его с Гидрой пока умудряюсь перебивать, но это ненадолго, вот он ускорил, он даже не ускорял, я все жду, чтобы избавиться от феха, пехи не нужны мне, абсолютно, пехи просто страдают даже под аурой, мэджик резиста от Гидр. Ну вообще Рексар это жестко, Рексар с Гидрами и с нагами. А, у него еще и вампир пацаны, у него еще и и вампиры каура будет вообще шикарно, но, тактикал себе наролял неплохо, прямо скажем, вообще неплохо наролял себе, молимся на Блэйдуху? Блэйдухи нихуя нету, классно, пацаны, классно. Стоять. Что там? Продаем, апаем. Ну не это же строить. Плюс армор, насколько он тут зарешает? Мне кажется, он тут не зарешает абсолютно. Нужно ждать другого свапа. Во-первых, мы строим... Бля, ну как же много говна в мид ходит. Во-первых, мы строим Кнайта против Гидры и против вампира. Во-вторых, мне нужен ауровный Кнайт на защиту. Я бы его, конечно, мог даже спереди построить, но не хочу. Тролли, когда скапливаются, у них палки очень много дамажут. Да, пока в этой, в начальной игре он не суперсильный, если что. Он, конечно, да, больше против вот таких ситуаций, там, с некрами, какими-нибудь масса подходит лучше. Ну что, я думаю, время... Ну нет, не время, кто-то спер. Интересно, кто спер? Амбрелла, а у него что? У него неплохая ситуация для этого артефакта. Мне бы он сейчас, пиздец, как помог намного больше, чем ему. Жалко, жалко. А, слушай, у меня 160 дерева, зачем мне еще ИСП? А тут вампиры под фрост армором. Сколько вот у нас? 17? 17 армора. Здравствуй, до свидания, уважаемые. Пробивайтесь, как хотите. Еще и отхил ебанутый. Ну, я бессильный просто, пацаны. Тут мало того, что сзади еще гидра наваливает по всем моим юнитам. Я просто не знаю, что с этим делать, если честно. Это нереально. Типа вампиры под нагами это очень жестко. Да, таурены стомпают, блин, но у меня всего два таурена. Я не могу, типа, их против наг. Против, да, ну и против наг, и против гидростроистока. Пока не гг, пока держимся. У нас Амбрелла все-таки проходит. И он тоже ускорил. Ну, мерзкий, мерзкий Тактикл. Тактикл, он везучий, как черт. Как, блядь, не плюнешь в него? Это как Павел в покемонах. Он каждый раз леги ловит. А Тактикл каждый раз ловит хороший пик в Зеваре. Я бы сказал, идеальный пик. Что у нас еще тут есть из интересного? Ммм, можно было бы построить... Этого, товарищи, но не буду. Мне нужно кинтоса. Кинтоса и свап на Блэйда. Только свап Блэйда меня спасает. Ну, или хотя бы Петяна дать. Но это не герои просто. По сравнению с Рексаром, вот это не герои. Так. Все сейчас должно быть хорошо. Да, все сейчас отлично. Он взял, замедлил, падла. Наверное, почему ты не прошел? Говноед. Не, мы не можем выиграть эту игру, потому что очень много историк проходит. Типа, единственное, что может сделать Амбрелла, это сдерживать его в миде. А сейчас тут еще и Так тело будет проходить. Здравствуйте, до свидания. Ну, нихуя мне не падает. Короче, пацаны, в этой игре пиздец. Одно дерьмо. Из юнитов, если честно. Против таких. Вот таких. Вот таких. Таких я ничего не могу сделать. Просто. Максимальный контрпик против меня. Аркан, здравствуй. Что тебя беспокоит? Придется уже строить артса. Я не могу больше ждать героя. Просто так уже 5700, блять, вылью. Что случилось? Камень буду ставить. Если у нас сейчас кинг не упадет раньше времени. А он может упасть. Очень даже просто. Даже тут уже пора. Я никак не переверну без камня эту игру. Это 100%. Мне нужен урон, а не армор. Потому что тут, во-первых, юниты по 9 армора есть. Во-вторых, во-вторых, да. На них еще и плюс армор от НАК работает. Да пока не ГГ. Пока не ГГ. Я, допустим, в отличие от кого там? От Фурика? Не собираюсь пускать своего противника под камнем. Так даже делаем? Чтобы не вызвал лишнего... ...медведя. Немножко покачаем атаку. Да, там уже нормально подкачано. Так мы... Кто качает, мне интересно. Все понемножку. Потому что если вы уходите прямо без ПОВ, то это печально заканчивается для вашей линии. 5000. Ну, скорее всего, да. Фурик перестроил ВИСПОВ и поэтому проиграл Лайн. Никогда не перестраивать ВИСПОВ. Слишком много. Слушай, а это приводит к проебу. Очень жесткому. Еще и теник там. В принципе, есть. Есть варики против него. Есть вообще вот эти юниты. Я думаю, они будут в целом неплохи. Под этим молодым человеком тоже, кстати. Тут варикса раскапливается. Мерзотных. Игорь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пощелкаем лишнее хотя бы немножко Но я тут не успеваю Типа 11 секунд Я тут его не замедлил бы настолько Нужно вкинуться Вкинга сейчас по атаке Потому что там рексары идут Три ебаных рексара просто Такая жесть Снахильте, хильте кинга Что может быть хуже чем рексар под нагами Скажите мне что может быть хуже Что толпа говна с минотаврами Процентный легенд Ну хотя бы историк процентный легенд не оставил рексару И то уже хорошо В чем-то У историка наги И у тактикала наги Классно пацаны играют Классно Что мне нужно Вот этого товарища надо уже апнуть Ну это пиздец Ну это невозможное дерьмо Это нереальное дерьмо просто Просто Рексар С вампирами С нагами С антимэджиком еще Такая жесть Я просто Он меня душат жиром Я не могу его жир пробить Никак просто Никак не пробивается Такой жир Типа юнит 3000 хп Под армором Под регеном Я ничего не могу делать С этим сделать Просто ничего не могу сделать уже Слишком налакерил он себе С бонусом С юнитами Класс Не знаю Может быть еще один вар Может бво Посмотрим Ну тут просто Куча говна на миде Идет переезжать кинга нашего Я не знаю Как там пацаны Это отбивают Просто нереально Много дерьма Тут даже никого зафокусить Нормально нельзя Особенно из-за этих Бабаров Проклятых Нихера не видно Он еще и огнеметчик Все купил Что случилось Фух Так О чем Есть Симка были Да Есть Вряд ли Это конечно Поможет Но пусть будет У меня просто Артас Умирает От того Что наги бьют Процентным уроном Чистым точнее Уроном Я не успеваю Даже Вот так вот Делаю Не успеваю Ну так Попробуем Постоять Может у нас Кинг не упадет За это время Может быть Не хватает Дерева Нужно уже Брать какой-то Арт К сожалению Процентный регент Под базой Забрали Типа На слишком Ранней стадии Игры Его забирать Это беспечно Я считаю Да Там пиздец Что бы мне взять Я возьму Реген Реген Уже взяли Почему для тимы Хочу взять Полезное Ведана возьму О У меня тут Один Вис Блин Еще На одного Виспа Место Есть Оказывается Не заметил Печально Нужно И виспа Доделать Вот Эду Грейт Уже Делать Потому что Дерева Не хватает Категорически Ну фурик просто на миллионе дирижаблей сейчас сидит Ему бы всех этих дирижаблей сзади построить Это дабы он мог скопиться Да Опять нужно доделать их Блин Ну дерьмо конечно Нереальное дерьмо В чем дело Давайте Давайте Проходите Жирничьи Самые Проходите Блин Как же они долго проходят Да какой Старфол Сейчас бы Старфол Покупать Против Тауринов С парацином регеном Против Наг Да Очень поможет Старфол Мусорка Пацаны Если что Старфол Мусорка Всполни Ну я не знаю Ну тактикал Все дерьмо Поймал в этом мире Просто все дерьмо Типа Риксара Читаем Бапацаны Риксар Наверное Самый сильный Герой В лейте При проходе В мид Мне так кажется Сильнее Петяна Сильнее Блейда Блейд Он на линии Ебет Все А Риксар Он в целом Супер сильный Супер жесткий Что-то заморозки Пошли Бесполезно Откуда эти Заморозки Пошли Нет О Спасибо Как еще Написал Ну я не знаю Он просто копится Как дерьмо Кусок Я За две Волны Нихера Не убиваю Него Просто Ноль убийств У меня Слишком Жирные Юниты Под нагами Слишком Много Армора Слишком Много ХП Слишком Много ХП Регена Не могу Убить Это Просто Не так Похуй Что У меня Камень Бьет Чистым Уроном Сквозь Армор Похер Им Похер На все Вообще Что Что Тебя Беспокоит Город Наших Союзников Поза Земля Дает Мне Силы Ммм Мы уже На фуг Качали Блин Интересно Сколько это 1800 Я единственное Могу Что Помочь Союзникам Мапнуть Этот Арт Но Мне Кажется Это Просто Похороны Уже Едут В Скором Времени Уж Так Очень Много Всего Настроил Хорошего У него И ауры И наги И риксары Все Есть Списно Контрольте Там Кто Видит Риксарча Контрольте Просто Нужно Его Еще Да Не Ну Тут Просто Два Лайна Сука В нулину Проигрывает Я И еще Один Просто Ну Ничего Невозможно Сделать Против Такого Дерьма Слишком Мало Наши Проходят По сравнению С тем Как Они Проходят Ну Просто Ничего Нельзя Сделать Это Все Это Похороны Я Тут Немножко Подзадержал Его Да Но Надолго Ли Да Видно Это Видно Но Может Что Чудо Случится Не Ну Звездопад Тут Нихера Не Сделает Я Ответственно Заявляю Как бы У короля 400 Атаки Побольше В принципе Хантрес Сзади Может Чтобы Чтобы Они Хотя бы И Знак На себе Стопали Чтобы Проходили Только Милищники Жирные Жирные Ну Там Ну Просто Посмотри На Это Количество Зелени В Миде Че То Неприличное Просто Нахер Че То Неприличное Земля Налет Те силы В чем Дело Вот Оно Что Ну Вот Немножко Блин Да Ума Ну Вот Вот Это Товарищ Да Вот Это Товарищ Поможет Там Брали Сам Делал Гайд Сам Не Помню Блин Какой Из Нех Че Дает На Таком Этапе Блин Надо Уже Реально Армор Брать Постройка Зовершила Не Хватит Золота Да, ну они, ну просто я смотрю, один голды не хватает мне дапа, я ни одного юнита у него не убил просто. Это что-то не человеческое, дерьмо какое-то просто. Мать земля, помоги мне, постройка завершена, постройка завершена, в чем дело? Опять фермы не хватает, блядь. Мы пока не проиграли, пацаны, если что, мы пока не проиграли. Фурик, дай мне контроль, сколько у тебя золота? 600, дай мне контроль, я буду строиться за тебя, когда будет возможность. Даже он мне слегка подлагивает, печально. Опа, че? Опа, на. Товарищ штаб, я вас напущу. Опа! Кто там говорил, что мы не выиграем? А? Ну амбрелла, конечно, красавчик. Еще бы он вот этот артефакт у меня не украл, ну вообще все шикарное. Может он ему, конечно, категорически помог, да, перевернуть ключевый момент, но... Это красивая игра была.